Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где вы можете получить ответ на практически любой вопрос и улучшить любую сферу вашей жизни при помощи моих авторских практик. Найдите время и попробуйте. Попробуйте самую первую практику. 21 день. Это 5 минут вашего времени, а какую пользу это может вам принести, вы даже не представляете. А если все-таки есть задачи, вопросы, которые требуют решения, и вы не можете найти ответы на канале, пожалуйста, обращайтесь на личную консультацию, где мы разберем именно вашу ситуацию и найдем путь, каким лучше всего двигаться и найдем решение всех ваших задач. Ну что, улыбнулись, сделали себе комплимент, похвалили себя, сконцентрировались на себе. Это каждодневный ритуал. Вообще-то это нужно делать постоянно, но опять же, я понимаю, что мы не можем постоянно ходить с улыбкой. Иногда надо быть серьезным, но старайтесь улыбаться как можно больше. Куда ведет вас лабиринт ваших событий? Сейчас мы посмотрим. Ну и конечно, если он будет вести не туда, куда нам понравится, мы будем все это корректировать. Именно для этого я и делаю общие расклады для того, чтобы корректировать ситуации, состояние, отношения. Ну что, поехали? Куда ведет вас лабиринт событий? Одна позиция, но чуть-чуть глубже мы это рассмотрим. К выбору. У вас сейчас происходят такие события, что это ведет вас к определенному выбору. А может быть, вы уже и стоите под каким-то перед выбором. Выбор может быть абсолютно разный. Выбор может быть даже, извините, но я вот уже говорю, что съесть на завтрак, кашу или яичницу. Вот я просто примером привела, что события ведут вас к выбору. И это может быть на любом уровне и в любой сфере жизни. Ой! Посмотрите, как прыгают карты и как они хотят разговаривать. Люблю. Эта колода всегда выпрыгивает почему-то. Она всегда стремится как можно быстрее, как можно больше сказать. Сейчас мы посмотрим, куда еще ведет продолжение этому. Выбор. А дальше мы посмотрим сейчас дальше. Выбор. У вас, знаете, вы на сегодняшний день, многие ваши события происходят таким образом, что вы, не только у вас выбор стоит, вы ищите выход из какой-то ситуации. И пока что, я же говорю, вот выход, выбор, я не могу, я буду смотреть дальше, чтобы увидеть полностью картину. Иначе я понимаю, что вы как будто бы сейчас ищите свет в конце тоннеля. И очень скоро, когда этот свет в конце тоннеля вы увидите, вы встанете перед каким-то выбором. Я посмотрю еще, чтобы ситуация для меня прояснилась. Давайте так. Выбор у вас может быть, и вы сами его можете сделать. Для того, чтобы у вас будет выбор или оставаться, например, в отношениях, или уйти, как говорится, на свободные хлеба, именно найти другого партнера. Из-за этого вы переживаете, и вы пока что не можете найти выхода. Хочу вам сказать так. Если вы правильно подойдете к ситуации, потому что все в ваших руках, все вы можете это сделать. Магия у вас в руках, образно говоря. Вы просто переживаете, и из-за своих переживаний у вас неяркая картина того, что происходит. А на самом деле, как бы вы не поступили, вас все равно ждет именно удовлетворение тем, что вы сделали. События идут таким образом, что идет вот такой скачок, поэтому вы не можете увидеть свет в конце тоннеля. События идут таким образом, что вам кажется, что надо что-то менять. В то же время вы боитесь что-то менять, и из-за ваших страхов вы не видите, куда же направиться. Я честно вам скажу, то есть того, что я вижу здесь, какой бы вы не сделали выбор, он все равно на пользу вам. Очень ярко я вижу ситуацию уйти или остаться. Это для тех, кто в отношениях. Мои дорогие девочки и мальчики, если вы уйдете, то вы же понимаете, что надо будет отношения с кем-то строить чистого листа и опять проходить через притирку, через узнавание, через понимание, потому что мы все не стопроцентны. Вы и ваш партнер или партнерша тоже точно так же. Тут уже идет принятие или непринятие. Если вы примете человека таким, как он есть, и просто будете концентрироваться на позитивных чертах человека, опять же, если вы в паре, это вам совет, как исправить ситуацию в отношениях, просто перестать концентрироваться на том, что вам не нравится. Чем больше вы концентрируетесь на том, что вам не нравится, тем больше оно проявляется в вашей жизни. И тут я вижу именно такую ситуацию. Переключите свое внимание на позитивные аспекты. Если это ваш муж или ваша жена, ваш бойфренд или ваша герлфренд, вы же по какой-то причине притянули этого человека к себе, вы же по какой-то причине хотели отношения с этим человеком, неважно, я же говорю, мужчина, женщина, значит, вы должны понимать, что в процессе построения отношений, вы уж простите, да, тут в основном вижу отношения, поэтому рассказываю именно отношения. Так вот, вы же должны были понимать, что каждый человек, не важно, сколько ему лет, или ей лет, приходит со своим определенным багажом, со своим определенным характером, и со своим определенным мировоззрением. Поменять это невозможно. Мы не можем поменять другого человека. Мы можем поменять отношения к ситуации и нашу концентрацию. Если вы любите этого человека, концентрируйтесь на том, за что вы любите этого человека, почему вы любите этого человека, культивируйте в себе именно вот это позитивное отношение, именно внимание к его или ее качествам характера, которые вас привлекли. Потому что я вижу, да, это возьмет у вас время, но оно выведет вас действительно туда, куда вы хотите. Ну, а если вы решите выйти из отношений, я вижу тот же самый процесс на построение новых отношений. Та же притирка, точно так же. Следующий человек, с которым вы решите строить отношения, будет требовать концентрации и работы над отношениями, и опять же концентрации на позитивных чертах этого человека. Кстати, если говорить о бизнесе, у вас будет выбор или идти тем же путем. Вот события будут так идти, и вот лабиринт приведет к выбору, или что-то поменять в бизнесе. Вот тут хочу сказать, через переживания, через сомнения, вы придете к тому, что можно просто что-то добавить, и это будет прекрасно для того, чтобы не было кардинальных перемен, не было кардинальных вещей, которые вам надо будет делать, но добавлять что-то было бы здорово в ваш бизнес. Вот лабиринт событий. События вот так вот развиваются. Я вам уже даже рассказала, как скорректировать эти события. На сегодня все. Я люблю вас, мои дорогие. Пока, пока.